Всем большой привет, земляки! Сегодня прекрасная декабрьская погода, а это значит, что день пройдет с хорошим настроением. Главное, его в течение дня не растерять, но не переживайте. Команда студии 11 этого не допустит. Мы подготовили для вас много полезной и интересной информации. Давайте начнем. Спортивное волонтерство. Как появилось это движение? Победитель конкурса вокалистов на приз Ольги Сосновской. Интересные факты. Многие люди постоянно находятся в стрессе, в гонке за успехом. Бывает так, что если не достигаем желаемого результата, корим себя. А так делать, конечно, не стоит. Нужно выдохнуть, оглянуться вокруг и понять, а это действительно наше. Понимаю, сложно, но выход есть. Предлагаю узнать о системе дизайна человека. Что такое система дизайна человека? Система дизайна человека была придумана Раурху на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века. И эта система является ключом для опознания себя. То есть в системе дизайна человека люди делятся на четыре типа. Это генераторы, манифестеры, проекторы и рефлекторы. И у каждого из типов людей есть свои сильные стороны и есть стороны, над которыми надо работать. Опять же, от типа людей зависит система принятия решений, как себя позиционировать, как себя вести с другими людьми, какие задачи можно себе ставить, какие направления можно себе брать для работы, для реализации себя. Вот на все эти вопросы отвечает система дизайна человека. Но нужно копать глубже, потому что не только посмотреть, что такое генератор, а именно исходить из индивидуальных особенностей каждого человека. И это все зашито в дате, времени и место рождения. А теперь предлагаю отправиться в тундру. Да-да, в нескольких километрах от Салихарда, под полярным небом, расположилось этническое стойбище. И теперь на зов тундры может откликнуться любой желающий. Об экскурсии в новом формате узнаем из сюжета программы «Финоугория», которая идет на нашем телеканале. Не хлеб с солью, а раскаленная сковорода со шкурой бобра. Именно так здесь встречают гостей. Туристы омывают лицо дымом. Считается, это помогает отвадить злых духов. Тем временем хозяева готовят чум, чтобы было тепло. Необходимо надеть оленевую шкуру. И заготовить дрова. Гости участвуют в мастер-классе по метанию тензиана на хорей, шест, которым погоняют оленей. В этот раз попались и два телеоператора. Раз, два, три. Поехали! А это перетягивание палки. Девушки не переживают за маникюр, от парней стараются не отставать. Берут хитростью. Пока в Чуме закипают суп из оленины, гости учатся готовить строганину из свежемороженого щекура. Попробуем на вкус. Просто таят вару. Это делали участники ЗОВ Тундры. Нагуляв аппетит, ребята отправились береться. Там их ждали блюда, национальная кухня и горячий чай. Как говорят участники тура, покидали стойбище с неохотой, но хорошим настроением и колоритными фото и видео смартфона. Познакомились с национальными обрядами, там сраганинки пригазовили, и сами поели, и чаем напоили, и олениной накормили. Чумы распаковали, раскрутили, собрали. Короче, очень круто провели время. Я не знаю, я очень доволен, что есть возможность проводить выходные вне города в такой крутой атмосфере. Все это стало возможным благодаря усилиям общественников. Проект некоммерческий. Стойбище называется Нерниаминди – вперед идущие, устремленные в будущее. Сначала стойбище состояло всего из одного чума. Мы поставили чум, чтобы здесь заниматься чисто фольклором и культурой. Уже почти два десятка лет молодые ямальцы из числа коренных народов, которые живут в городах и поселках, посещают такие стойбище, чтобы приобщаться к быту и обычаям предков. Теперь отправиться в экспедицию смогут все желающие, кто чувствует зов тундры. Смотрите программу «Финоугория» сегодня в 19.00 на Юргане. Сегодня волонтерство – это мощный социальный тренд. И это здорово, ведь добровольцы нужны везде – в больницах, детских домах, в экологических и молодежных движениях. И, конечно же, в спорте. У нас в гостях руководитель Центра спортивных волонтеров Республики Коми Роман Родионов. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Кто такие спортивные волонтеры, вот буквально в двух словах? Спортивные волонтеры – это те, кто помогают прежде всего на спортивных мероприятиях и обеспечивают быт спортсменов и тренеров и судей команд. Ну, это движение достаточно молодое, правильно я понимаю? Да. Движение образовалось в 30 августа 2019 года указом президента Российской Федерации о содействии и добровольчеству. То есть целый год до пандемии вы отработали, так сказать, успели? Да, мы целый год отработали на мероприятиях разного уровня, как от городского, так и республиканского, всероссийского. Получили опыт, прежде всего, помогли спортсменам. А как вы им помогаете? То есть, ну, там, не знаю, в чем ваша помощь заключается? Смотрите, если у нас получится мероприятие, сначала волонтеров просят помочь подготовить спортивный объект. Это расставить те же самые условно конусы. Потом, когда спортсмены, если это лыжные соревнования, помогают им затянуть условно ботинки, помочь. Это термометрия в данный момент, потому что уже два всероссийских соревнований по лыжным гонкам прошло у нас уже буквально на данных выходных. А сколько у вас всего человек в объединении? На данный момент у нас 56 человек, спортивных волонтеров от мала до велика. Это как школьники, так и серебряные волонтеры. Да вы что? Я думала, только студенты, то есть, так сказать, и малыши, да, совсем помогают. Есть какой-то отбор вашу команду? Нет, у нас мы принимаем всех желающих. В основном это спортсмены подведенных учреждений и муниципальных спортивных школ нашего региона. А так мы принимаем всех желающих. То есть, кто угодно может стать частью вашей команды? Да, конечно. Но вы руководитель республиканского отделения? Да, конечно. То есть, значит, есть еще муниципальные? Муниципальные есть, но они не во всех муниципалитетах. Ага, а если, допустим, соревнования будут, допустим, в Усинске, вы туда поедете? Да, конечно. Если соревнования высокого уровня, уровня северо-западного федерального округа или всероссийского уровня, мы обязательно туда поедем. И лично я туда поеду. Там уже организую работу волонтеров на месте. Ага, понятно. Ну, что у вас еще такого спросить? Ну, вот я знаю, что чемпионат мира по хоккею будет в 2021 году. Наверняка вы там будете. Да, конечно. Чемпионат мира по хоккею с мячом занимается вообще вся республика, все волонтеры республики, именно руководители, как и ресурсный добровольческий центр, у нас занимается чемпионатом мира. Уже набраны волонтеры, они прошли уже пробное тестирование, как тестирование. Была, как сказать, учеба в КРСГУ на базе ресурсного добровольческого центра. Там мы их обучили, первый этап прошел. Сейчас уже расписана есть программа утвержденная, где мы будем их учить. А чему же там учили такому? Рассказывали поведению на данных мероприятиях, а также, получается, безопасности, как обеспечивать иностранцам безопасность и поведение в социальных сетях. То есть волонтеры, они будут еще и копирайтерами? Да. Но это все на абсолютно безвозмездной основе. Какое же все-таки, помимо опыта, что же еще получают волонтеры? На чемпионат мира мы их полностью оденем. У них будет форма. Международные соревнования дают некий опыт проведения соревнований всякого разного уровня. Тот же самый у нас есть несколько волонтеров в регионе, которые были волонтерами на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. У них есть свой опыт проведения данных мероприятий. То есть это еще какой-то организаторский талант, он тоже будет развиваться, если, допустим, молодежь. Да, в каждом направлении будет некий тейм-лидер, который будет своим волонтерам объяснять по своему направлению. Так вот мы будем работать. Давайте еще раз проговорим, как стать волонтером. Понятно, что уже на чемпионат мира это сделать не получится, но тем не менее, может быть, кто-нибудь захочет вступить в ваши ряды и обеспечивать безопасность и красивые социальные сети соревнованиям. Смотрите, чтобы стать волонтером Республиканского центра спортивных волонтеров, можно зайти в социальную сеть ВКонтакте, в группы, набрать там «Центр спортивных волонтеров Республики Коми», будет группа, там есть окошко «Стать волонтером», нажимаешь, заполняешь форму, и все, твоя заявка приходит, мы тебе отписываемся, что «Да, получили». Все достаточно просто. Ну что ж, Роман, спасибо большое, что пришли за информацию. Друзья, мы возьмем небольшую паузу, но ненадолго, вы даже соскучиться не успеете. Впереди много всего интересного, не переключайтесь. И вновь с вами «Студия 11». Наша команда зарядит вас хорошим настроением и не даст заскучать. Вот что ждет всех нас в ближайшие 10 минут. Культпоход. Отправляемся в картинную галерею. Актуальные украшения этой зимой. Советы от ювелирного стилиста. Мы предлагали вам много интересных вариантов, как можно провести выходные дни или зимний вечер. И вот еще одно предложение для вас. Стать посетителями самых разнообразных выставок. Это же так здорово. Здесь нет границ в тематике, смелости, красоте. И сейчас я передаю слово сотруднику Национальной галереи нашей республики. Она расскажет интересные факты об одной известной картине, тем самым приглашая вас вечерком заглянуть в храм искусства. Верстовым столбом в развитии русского пейзажа человеком школы называл Крамской Ивана Ивановича Шишкина. Выросший в провинциальном городке Елабуге, на Каме, в небогатой купеческой семье, Шишкин всю жизнь полюбил русскую природу. Будучи студентом Московского училища живописи, вояний и зодчества, Шишкин неотрывно штудировал натуру, где все ему казалось интересным, будь то сухой пень, коряга или старое дерево. Шишкин знает и любит каждую травинку, каждый камешек на дне ручья, и все ему кажется интересным. По его работам можно было составить энциклопедию русской природы и русского леса. Этюд ветки из собрания Национальной галереи Республики Коми – это темный лес, картина без всяких эффектов. Это густой темный лес, куда проникает слабо свет, где бурелом, покрытый мхом, преграждает нам дорогу. Для того, чтобы добиться разных оттенков зеленого и бурого цветов, Шишкин экспериментирует с сочетанием разных кистей и мазков, так что зрителю кажется, будто он сам попал в лесную чащобу. Шишкин до конца жизни был предан своей теме, русской природе, был предан своей организации, товариществу передвижных художественных выставок. 8 марта 1898 года Шишкин скончался в своей мастерской за Мольбертом, где стояла новая, только начатая работа «Краснолесие», изображающая лесное царство. Брать или не брать – вот в чем вопрос. Проблема выбора украшений, думаю, ключевой вопрос для каждой девушки. Кто-то покупает их по случаю, кто-то по настроению. Но и не стоит забывать о трендах. А сейчас, милые дамы, предлагаю вам достать шкатулки и посмотреть, так сказать, на свой золотой запас. Есть ли там то, что будет актуально этой зимой? Моя коллега Анастасия Колмыкова узнала о модной лайфхаке. Оксана, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какие сейчас тренды, аксессуаров? Осень у нас уже завершается, зима, зима пришла к нам. Хорошо, я расскажу. Для начала скажу, что тренды, они могут быть глобальные, мировые, могут быть локальные, например, для какой-то субкультуры. Я буду говорить о трендах на примере показов осень-зима 2021. Это мировые тренды. Если говорить про сережки, то это серьги-кольца, очень длинные серьги и асимметричные сережки, вот какие, например, у меня сейчас. Одна круглая, другая прямоугольная. Про шейные украшения. Это чокеры, которые лежат у основания шеи. То есть это чокеры из 90-х, которые? Нет, это не которые вот так облегают шею, а которые лежат у основания шеи. Это могут быть цепи, это могут быть бусины или что-то другое. И шейные украшения, которые следуют друг за другом, многослойности. Они могут лежать не ровненько друг за другом, а быть немножечко перепутаны. И все вот эти тренды, про которые я сейчас сказала, понятно, почему они именно сейчас актуальны. Потому что у нас эпоха селфи. Мы все фотографируемся, общаемся с друзьями, ведем уроки, учимся, все через онлайн. И чтобы нас было видно, мы украшаем именно вот эту часть. Вот, значит, даже эпоха онлайн диктует моду. Конечно. Что делать, если что-то из трендов тебе не подходит? Например, огромные цепи. Не всем же они идут? Не всем. Что делать? В первую очередь вообще не расстраиваться и не надумывать, что я не такая, почему я идет, а мне не идет. Нужно понимать, какую задачу ты хочешь решать, какое впечатление ты хочешь нести о себе в люди. Разбираться в себе и только потом уже понимать, что украшения какие-то тебе могут подойти. А симметричные серьги всем идут или нет? Нет, не всем идут. Особенно не идут тем девушкам, у которых есть асимметрия в лице. Это может быть врожденное или приобретенное, например, в аварии. И тогда это будет только подчеркивать асимметрию в лице. А есть какие-то украшения, которые мы носим только летом или мы носим только зимой? Я бы не разграничивала так украшения, потому что если, например, у нас летом ручки голенькие, мы носим браслеты, то зимой мы можем надеть браслет прямо на свитер. Нам и тепло, и красиво. То же самое с анклетами. Мы сейчас носим все подвороченные брючки, коротенькие ботиночки, и анклет тоже может быть на ножке. Даже если сапоги высокие или ботинки, то мы анклет можем надеть прямо на обувь. Это очень интересно. А по поводу цепей. Можно ли сочетать серебро, золото? Вот это очень часто сейчас такое. Где-то говорят, что можно. Где-то говорят, что нет. Ни в коем случае, если у вас золотое кольцо, значит, должны быть золотые серьги. Я против таких правил ограничивающих. Если тебе комфортно сочетать и золото, и серебро, то да. Если ты думаешь, что нет, это неуместно, например, именно сегодня, или вообще, или не могу так носить, то нет. А асимметричные серьги можно носить, например, как-то сочетать в офисном стиле? Или это больше какое-то другое направление? Я считаю, что можно, если эта асимметрия не по размеру. Например, как у меня сегодня, они практически одинакового размера. Но если приглядываться, то видно, что разная форма. Все зависит от украшений. Что касается рук, что здесь у нас может быть интересного зимой? Зимой, вот про браслет я уже сказала, что мы надеваем его, можем надеть на свитер, на длинный рукав. То же самое с кольцами. Если кольца есть разъемные, которые увеличиваются в размере, или они уже идут большие, например, они были на пальчик, летом наносили на большой. А зимой мы можем надеть на перчатку, на мизинец. Даже так. Так, хорошо, а по брошкам? Броши мы носим круглогодично, как и летом, так и зимой. И, кстати, еще по шейным украшениям на показах осень-зима 2021 есть примеры, когда шейные украшения надевают на куртки и на пальто. А какие это шейные украшения, например? Бусы, цепи. Прям? Да. Ничего себе. Это такой выход за свои рамки. Ну что ж, друзья, будем выходить из зоны комфорта, надевать бусы на пальто, пуховики, на перчатки и кольца. Оксана, спасибо большое за такую информацию и желаю творческих успехов. Благодарю. Дом культуры «Волна», который находится в поселке Краснозатонский, каждый раз придумывают для своих подписчиков в социальных сетях интересные программы. Например, для детей. Познавательная игровая программа «Хочу все знать». На этот раз Кэти и Нинелька узнавали правила дорожного движения. Давайте посмотрим фрагмент. Нинелька? Столько людей? Что происходит? Что это? О, Кэти! Сейчас такое было, ты представляешь? Значит, машин много, все пили, пили, дядя полицейский на меня ругается. А я что? Я просто рисовала мелком на дороге, потом просто поиграла мячиком, слушала музыку, и они как-то все на меня... Би-би! Успокойся! Да, успокойся! Сними наушники и прекрати кричать! Да я не кричу, я просто громко разговариваю. Всем привет! В общем, такое было сейчас. Привет, ребята! Вот я перепугалась. На улице целая пробка образовалась от того, что Нинелька там творит, что попало. Да что значит творю? Я просто рисовала, просто играла, слушала музыку. На дороге? На дороге, дядя полицейский, мне еще знаешь, что сказал? Говорит, надо по зебре ходить. По какой зебре? Откуда я ему зебру эту полосатую возьму? Ну, вдруг я ее где-то и найду в зоопарке там, да? И я ее что, должна постелить на... Как что? Как на дороге она у меня должна лежать? Я по ней должна идти? Подожди, нет, нет. Речь идет совсем о другой зебре. Он говорил о пешеходном переходе. Правила дорожного движения надо знать, Нинелька. Ребята, а давайте мы с вами все вместе вспомним правила дорожного движения и расскажем о них нашей Нинельке. Может быть, она поймет, что не так уж это все и сложно. Нинелька, а ты думаешь, они знают? Я думаю, что все знают, что такое зебра и как она выглядит. Вот смотри, как ты думаешь, какая из этих зебр пешеходный переход? Вот эта зебра в полосочку ушастая или вот эта зебра? Ну, наверное, все-таки вот эта. Конечно, правильно, друзья, вы тоже правильно ответили. Ты наверняка ее видела, дорожная разметка, которая зебра называется. И ее все знают, что видишь на дороге зебру, значит, здесь пешеходный переход. Друзья, на этом у меня все. Присылайте сюжеты о жизни вашей малой родины в нашу группу ВКонтакте. А мы их обязательно покажем в программе Студия 11. Ссылку вы видите на экране. Желаю отличного дня. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова